Мир вокруг нас полон удивительных зданий, при виде которых восхищаешься гениальностью их создателей. Но некоторые архитекторы переоценивают себя. Я люблю смотреть на неудачи и поэтому собрал самые большие, дорогие и поразительные здания и сооружения, которым было не суждено обрести завершённую форму. Наденьте каски и осторожнее с крышами. Некоторые здания готовы развалиться. Но давайте взглянем на крупнейшие незавершённые мегапроекты. Переходный период Когда Катар выбрали для проведения Чемпионата мира по футболу 22-го года, возникли сомнения в том, сможет ли его инфраструктура выдержать такой важный турнир. Поэтому Катар начал активно строить новое сооружение. Одним из таких проектов был переезд до Хошарк. Это была амбициозная система из трёх мостов, соединённая двумя подводными и одним морским туннелем на 12 километров через залив Дохи. Предполагалось, что здесь будут проезжать 6000 автомобилей в час, и это значительно снизит нагрузку на прилегающие районы. Такие проекты не из дешёвых. И правительство Катара выделило аж 12 миллиардов долларов только на переезд. Строительство должно было начаться в 15-м году, а завершиться как раз к Чемпионату мира. Но 22-й год пришёл и ушёл, а мостов что-то не видно. Несмотря на то, что Катар отрицал наличие проблем, низкие цены на нефть в годы перед 22-м оказали сильное давление на экономику страны. Более 15% годового дохода приходится на нефть, и без денег крупные проекты пришлось остановить. Тем не менее, нынешняя неудача не означает, что мостов вообще не будет. Власти Катара объявили в бюджете на 20-й год, что они возобновляют проект и рассчитывают завершить его в 24-м году. Правда это или нет, мы скоро увидим. Лично я не очень уверен. Но если я не прав, и в 24-м году появится переезд Шарк, вы можете меня раскритиковать. Собор века Ни одно видео про недостроенное здание никогда не будет полным без самого известного недостроенного здания в мире. Угадайте, какого именно. Если вы сказали «Саграда фамилия» в Барселоне, устройте себе сиесту. После того, как досмотрите видео, компрендо? Строительство началось в 1882 году, но неоготический католический собор всё ещё строится. Дело в том, что проект начал более 140 лет архитектор Франциско де Пауло дель Вильяр, но отказался через год. Тогда собором занялся известный архитектор Антонио Гауди. Он уделял строительству всё своё время, но, к сожалению, в 26-м году он проиграл в неравной битве с трамваем и был похоронен в склепе «Саграда фамилия». На тот момент было завершено менее четверти всего большого собора. После смерти Гауди строительство то продолжали, то прекращали. Проект зависел от частных пожертвований, а получить деньги для завершения здания было трудно. Потом Испании стало не до этого из-за начала гражданской войны в 36-м году. В июне того года анархисты подожгли склеп и уничтожили мастерскую вместе с чертежами. К счастью, чертежи восстановили с помощью уцелевших фрагментов и работы возобновились в 39-м году, после войны. Но прогресс был медленным до недавнего времени, когда такие технологии, как 3D-печать, заметно ускорили процесс. И это подводит нас к сегодняшнему дню. Барабанная дробь? Дамы и господа, я рад сообщить вам эксклюзивную и важнейшую новость. «Саграда фамилия» наконец-то… Всё ещё строится. Но осталось немного. По оценкам, собор будет достроен где-то после 26-го года, спустя 100 лет после смерти великого Гауди. Да, ну и история. Но поговорим о деньгах. Невозможно назвать точную стоимость строительства и поддержки готовой части здания. Но сейчас-то примерно 25 миллионов евро в год. Или чуть больше 27 миллионов долларов. Если затраты оставались такими же в течение 141 года с момента начала работ, то на собор потратили приблизительно 4 миллиарда долларов. Это неточная информация, но лучший итог, который я смог подсчитать. Моя учительница всегда говорила, что математика – моя слабая сторона. Знаете, какая у меня сильная сторона? Моя крутость, конечно. А ещё я снимаю интересные видео. Не верите мне? Нажмите на «нравится» и подписаться, и увидите сами. Давайте, попробуйте. А теперь продолжим. Проклятая пагода Как и Гауди, многие амбициозные архитекторы не увидели плады своего труда. Например, король Бадапайя – шестой король династии Мьянмы Канбаун, которая правила с 1752 по 1885 год. Но его мечты пошли наперекосяк по другой причине. Ему подарили священный буддийский зуб члены китайской делегации, и чтобы сохранить ценный артефакт, Бадапайя решил построить крупнейшую пагоду в стране, а, возможно, и в мире, известную как Мингун Пахта Давги. Работы начались в 1790 году в 10 километрах от города Мандалай. Проект быстро стал самой главной целью в жизни короля. Настолько, что он передал управление страной сыну и построил для себя дом рядом со строительной площадкой, чтобы следить. Через 7 лет величественный храм вырос на 50 метров в высоту. Но строительство стало тяжелым испытанием для населения. И среди рабочих поползли слухи о странном пророчестве. Якобы пагода была проклята, и когда ее достроят, то все королевство прекратит существовать. А значит и король. Бадапайя был слишком суеверен, поэтому он приказал остановить строительство пагода. Ее возвели лишь на треть, и Мингун Пахта Давги все равно впечатляет размерами. Но как бы она могла выглядеть целиком, мы вряд ли узнаем. Что касается проклятия, может, это правда, а может, это придумали уставшие строители. На эту загадку мы уже никогда не найдем ответ. Парк разочарований Не знаю, как вы, а я обожаю парки развлечений. Крутые аттракционы, запах только приготовленных хот-догов, но нет ведь ничего лучше. Но парк Вондерленд, стоящий на окраине Пекина, оказался тем еще аттракционом по грустной причине. Владельцы парка на 120 акров в деревне Ченчжуан надеялись привлечь минимум 20 миллионов человек. И, учитывая планы, он должен выглядеть соответствующе. Но посмотрите сами. Печально. Стройка началась в середине 90-х, но остановилась в 98-м году, и место забросили. Пошли слухи о том, почему работы прекратились. От обнаружения массового захоронения до призраков. Кто захочет кататься на аттракционе с привидением? Не я. Но настоящая причина гораздо скучнее. У владельцев закончились деньги. Если вам это напоминает скопированный Диснейленд, то вы правы. Девелоперы действительно скопировали дизайн, думая, что Дисней не сможет защитить свои авторские права в Китае. Как они ошибались? Я не нашел судебные дела, но, учитывая, что Дисней подписал контракты на строительство своего парка в Гонконге в 99-м году, он явно возражал. Может быть, из-за этого деньги и закончились? После того, как планы рухнули, фермеры, которых выгнали с их земель, вернулись и продолжили жить как ни в чем не бывало. Только теперь там стоял недостроенный замок, приютившийся среди моркови. Но в 13-м году снесли последние оставшиеся строения, и Вондерленд, страна чудес, превратилась в страну разочарований. Если вам интересно, сколько денег вложили в эту трату бетона, трудно сказать. Затраты на волшебное королевство Диснейленда, которое чуть меньше и занимает 107 акров, по слухам составили 331 миллион долларов. Как и в случае с Саградо Фамилия, здесь много разных факторов. Но в целом очевидно, какой финансовой дырой был бы этот проект. Пустой центр Когда я хожу по магазинам, я всегда покупаю больше, чем хотел. Может, мне надо сходить в торговый центр South China? Этот центр на 660 тысяч квадратных метров в Дунгуане начали строить в 2002 году, и он имел аттракцион, сфинкса и двухкилометровую реку для гондол через весь этаж. Это же великолепно. Но несмотря на открытие в 2005 году и место на 2350 магазинов, это центр-призрак. На строительство потратили 2,5 миллиарда юаней, или 402 миллиона долларов. Но властям оказалось трудно заключить договоры аренды с магазинами. И торговый центр стоит на сельскохозяйственных угодьях. Дорожная инфраструктура здесь плохо приспособлена для необходимого трафика. Никаких поездов или прямых автобусов нет. Из Дунгуана ходят кое-какие автобусы, но им требуется 2,5 часа для поездки на 10 километров. В общем, нужен личный транспорт, а он есть не у всех местных жителей. Впрочем, еще не все потеряно. К 2012 году работало 47 магазинов. Ого, вот это достижение! К 2015 их число даже увеличилось, но в основном торговый центр пустовал. А в 2018 году, несмотря на улучшения, 4 этажа были незанятыми. Река стала зеленой и стоячей, и единственными признаками жизни были люди, которые не давали другим пройти в заброшенные участки. Но когда я туда пришел, я все-таки приобрел 4 хомяков и 8 сезон анатомии страсти. Что со мной не так? Капитальный провал Деньги, деньги, деньги. Говорят, они вращают мир. Но в некоторых случаях даже они не могут помочь. Именно это можно сказать про финансовый район Юдзяпу. Да, вы вряд ли удивитесь, но мы все еще остаемся в Китае. Потому что у китайцев хорошо получается плохо строить, и Юдзяпу не исключение. Этот район в Тяньцзине должен был стать центром финансов и мировой торговли в городе, а такие планы обходятся дорого. Юдзяпу получил инвестиции на 30 миллиардов долларов. Ожидалось, что он откроется в июне 2014 года. Разумеется, планы не сбылись. Центр построили в паре сантиметрах над уровнем моря, а район подвержен наводнениям. После ливня людям буквально пришлось снять обувь и закатать штаны, чтобы перейти улицу. А у компании, отвечающей за строительство финансового центра, возникли проблемы с управлением бюджета. Каким-то образом она растратила 50 миллиардов долларов и оказалась в долгах. Как ни странно, надежда на завершение всё ещё теплится. Работы над Юдзяпу замедлились с 2016 года, но в 2019-м некоторые правительственные учреждения Тяньцзиня даже открыли там штаб-квартиры. Что вы думаете? Финансовый центр всё-таки откроется или нет? Напишите в комментариях под видео. Небоскрёб неудач Обанкротившиеся финансовые центры – проблема не только Китая. Например, в столице Венесуэлы, Каракасе, центр Конфинанзос тоже должен был изменить мир. Но не срослось. В 90-м году началось строительство нового финансового здания для венесуэльских брокеров и банкеров. Высотой 171 метр, сейчас это третье по величине здание в Венесуэле. Однако в 94-м году правительство взяло под контроль банки, и это подорвало экономику. Строительство прекратилось, когда закончились деньги. Тогда власти взяли под контроль и башню, и много лет она стояла недостроенной, возвышаясь над городом. В 2000-е годы Каракас пережил ещё один серьёзный удар. На этот раз из-за нехватки жилья. Из-за этого толпы сквотеров заняли заброшенные офисы в небоскрёбе в 2007 году и оснастили их всем необходимым. В дальнейшем там появились ветхие барбершопы, кладовые, салоны красоты и даже кабинет дантиста. К 11-му году более 700 человек жили в недостроенном небоскрёбе. Финансовый центр стал самыми высокими трущобами. Иронично. Некоторые утверждали, что это рассадник преступности и контрабанды. Но жители называли это коммунальной утопией. Увы, прожили они там недолго. В 14-м году власти выселили сотни семей и переселили их в новые дома к югу от Каракаса. К июню следующего года всех жильцов вывезли оттуда. И финансовый центр Конфинанса снова опустел. Ходили слухи о том, что китайские банки хотят восстановить его и открыть. Однако этого так и не произошло. Венесуэла до сих пор преодолевает экономические трудности и вряд ли что-нибудь изменится в ближайшее время. Но какая история? Я буду болеть за этот небоскрёб. Радиоактивный район. Сан-Франциско. Город, названный в честь Святого Франциска. Покровителя инструкторов Пилатеса и соков за 20 долларов. Шучу. Город славится овсянами латте и джиу-джитсу. Но в нём не всё так радужно. Вот Хантерс-Пойнт. Планировалось, что это будет новый район на месте военно-морской верфи, на который потратят примерно 8 миллиардов долларов. Здесь были бы магазины, рестораны, бары, пространство и доступные дома для всяких программистов. Доступные дома всё равно стоят миллион долларов за две комнаты. Это же Сан-Франциско. Но по сравнению со средней стоимостью примерно в полтора миллиона это дёшево. Точнее, было бы дёшево, если бы всё пошло по плану. Однако, как вы догадались, всё пошло не по плану. С 45 по 69 год верфь была крупнейшим ядерным полигоном в США. Из-за этого в районе до сих пор завышен уровень опасных радиоактивных субстанций. Вот почему дома были дешёвыми. До начала строительства компания по очистке Тетратек должна была удалить вредные вещества, ну, чтобы по всему району не расхаживали голодные радиоактивные зомби. Но её обвинили в подделке 97% данных, которые доказывали безопасность района. Я серьёзно? Люди теряли супругов, детям грозила опасность, а у некоторых были болезни, которые врачи не могли диагностировать. В результате Тетратек засудили и требуют 27 миллиардов долларов за нанесённый жителям ущерб. Меж тем, дальнейшие работы в Хантерс Пойнт запретили до тех пор, пока власти не будут уверены в его безопасности. Сколько времени это займёт? Никто точно не знает. У англичан есть такая детская песенка «Лондонский мост падает». Довольно жестоко. К тому же он вполне себе стоит. Но есть один лондонский мост, который никуда не денется. Темс Гарден. И всё потому, что его строительство прервалось. Разрешение на его возведение было получено в 2014 году. Это был бы пешеходный переход через Темзу между существующими мостами Ватерлоо и Блэк Фраерс. Судя по представленным концепциям, повсюду должна была расти зелень. Очень красиво, да? Но в 2016 году мэр Лондона распорядился проверить проект, чтобы убедиться, что цена соответствует качеству. И тут внезапно выяснилось, что у строительной компании Garden Bridge Trust на счетах недостаёт 71 миллиона долларов. А, стоп, серьёзно? Да, ещё до того, как заложили первый кирпич, хитрые дельцы выделили 27 миллионов долларов на контракты, 12 миллионов на дизайнеров, почти 3 миллиона на судебные сдержки и более 2 миллионов самим себе за отлично проделанную работу. Прекрасно. И это не считая 530 тысяч долларов на галоконцерт по сбору средств. То есть просто вечеринку для богачей. Но самое несправедливое – это что 56 миллионов долларов были взяты у налогоплательщиков. Несмотря на то, что проект забросили без какой-либо значимой работы, некоторые люди неплохо заработали, ничего не делая. Это ужасно. Я надеюсь, что карма разрушит мост, по которому пойдут эти наглые богачи. Такие люди хуже всех. Безнадёжная гостиница. Я люблю шикарные отели. Если честно, я всегда выбираю двухместный номер из-за двух шоколадок на подушках. Очень умно, правда? Но в одну гостиницу я не заселюсь. В неё никто не заселится. Всё потому, что несмотря на траты в 750 миллионов долларов, в северокорейском регионе не останавливался ни один гость. Да, пирамида высотой 330 метров или 105 этажей, стоящая в столице Северной Кореи, так и не открылась. Хотя первые кирпичи были заложены в 89-м году и фасад достроили всего через 5 лет в 92-м, с тех пор работы почти не сдвинулись с места. После распада Советского Союза в декабре 91-го года экономика Северной Кореи пострадала. Без поддержки близкого союзника у страны больше не было средств на финансирование такого амбициозного проекта. Но корейцы всё равно не сдавались. Пышное открытие планировалось в 12-м году как раз к столетию со дня рождения Ким Ирсена. Но это так и не произошло, равно как и открытие, назначенное через год. Гостиница Рюгён стала таким позором для Северной Кореи, что власти меняли фотографии, отрицая её существование. Вот только она всё ещё стоит и пустую. Например, в 18-м году на её фасаде установили светодиодные экраны, на которых показывают анимацию и сцены из фильмов. Самый грандиозный проект в истории страны стал не более чем пропагандистской доской объявлений. Они сами подтверждают стереотипы. Бурдж банкротства Я бы хотел жить в замке. Я бы мог просыпаться и смеяться над бедными соседями. С добрым утром, крестьяне! Но недавно я увидел замок, от которого чуть не выплюнул утренний кофе. Точнее, множество замков. Это Бурдж Альбабас. И не спешите исправлять настройки устройства, на котором вы это смотрите. Глаза вас не обманывают. Бурдж Альбабас должен был стать волшебным комплексом из 732 похожих миниатюрных шато близ Мудурну в Турции. Они идеальны для тех, кто хочет покрасоваться перед друзьями. Ведь каждый дом планировали продавать по цене от 370 до 530 тысяч долларов. Вполне неплохо. Особенно учитывая, что в них есть полы с подогревом, джакузи и множество других удобств. Но вскоре после начала строительства в 2014 году экономика Турции стала нестабильной. В 2019 году застройщики объявили о банкротстве с долгом в 25 миллионов. Только 587 из 732 домов построили, но и они не завершены. И лишь их возведение обошлось в 200 миллионов долларов. С ума сойти. Теперь царство заброшенное, и в нём нет ни одного жителя. Но кто-нибудь смелый может всё это просто снести. Я даже знаю одну вескую причину. Ведь проект У, Р, О, Д, Л и В. Уродлив. Я бы не хотел там жить. А вы? Расскажите в комментариях под видео. Ненужный небоскрёб Вы, наверное, уже поняли, что есть тысячи причин, по которым здания могут не достроить. Но башня Садхорн Юник в Бангкоке в Таиланде, возможно, самая необычная причина. Строительство 47-этажной высотки началось в 90-е годы и застопорилось в 97-м из-за азиатского финансового кризиса. Но это не самое странное. Создатель здания, знаменитый архитектор Рангсан Турсуван, был арестован в 93-м году за планирование, так сказать, помощи со смертью человека. Что? У Турсувана был серьёзный конфликт с председателем Верховного суда Проманом Чансу. И он хотел разрешить его самым жестоким образом. Рангсана посадили в тюрьму в 2008 году, но оправдали спустя два года в 10-м. Странно. Хотя его признали невиновным, Рангсан не смог получить финансирование для проекта. И здание за почти 2 миллиарда бат или 52 миллиона долларов стоит в полном запустении. Или всё-таки нет? Городские исследователи часто пробираются в забытый небоскрёб и рассказывают об очень необычных явлениях. Ходят слухи, что какие-то потусторонние дела происходят на 43-м этаже здания. С 14-го года люди видели призрак заблудившегося туриста, который бродит по коридорам. И действительно, примерно в то же время полицейские нашли тело в одном из помещений высотки. Может, это был исследователь, который провалился в дыру в полу? А может, что-то гораздо более зловещее? Мой совет – держитесь подальше от этого места. Знаете, поговорку «нет дыма без огня». Ну так вот, это горящий ад с красным флагом. Будущее в прошлом Вы задумывались о том, какими станут дома будущего? Я – да. Я паркуюсь в гараже на летающей машине, захожу домой, а моя жена-робот заказала фастфуд. Звучит великолепно, правда? Но весьма трудно предугадать будущее. Именно в этом убедились создатели домов к Санаду. Каких, каких домов? Сейчас расскажу. В 80-е годы в США появились экспериментальные дома, показывающие возможности жилья будущего. В трёх зданиях во Флориде, Висконсине и Теннесси Ксанаду представила идеализированный дизайн домов. Бетон – это прошлое десятилетие. Для каждого дома Ксанаду надули большой шар и покрыли особой пеной из полиуретана. Это было не только намного дешевле бетона, но ещё и быстрее. И это придало Ксанаду такой футуристичный облик. Но, как и в случае с фастфудом, вся магия прячется внутри. В Ксанаду было всё необходимое для дома мечты. Спа, зал для вечеринок с проектором и современная кухня с электрошефом, который сам планировал питательные и сбалансированные блюда. Каждая комната была автоматизирована и управлялась микрокомпьютером. Круто. Но тогда где мой автошеф, готовящий вкусный и питательный обед? Опять же, как и фастфуд, внутренние чудеса достаточно быстро устарели. Всё компьютерное оборудование в якобы футуристичных домах оказалось старыми технологиями ещё и с 50-х годов. Через 10 лет дома уже стали абсолютно бесполезными. К 2005 году снесли последнее здание. И поэтому футуристичные идеалы Ксанаду остались в прошлом. Они были там ещё на этапе строительства. Значит, никакой жены робота. Но почему мир так жесток? Дом печали. Для многих дом – это место, где мы живём с близкими, где хранятся дорогие сердцу воспоминания. Это потому, что нам повезло больше, чем американскому бизнесмену Джорджу Болту. Он разбогател на гостиничном бизнесе в 19 веке, и когда пришло время строить свой дом, Джордж не пожалел никаких денег. Он приобрёл остров под названием Харт на реке Сент-Лоран в Нью-Йорке в качестве подарка любимой жене Луизе. Там он начал строить один из самых больших домов Америки на тот момент, стоимостью 2,5 миллиона долларов. И это 2,5 миллиона более 100 лет назад. С учётом инфляции сейчас это будет почти 100 миллионов долларов. Ого! Хотите его посмотреть? Смотрите. Неплохо, да? Только это гостевой дом. А вот настоящий замок. Строительство началось в 1900 году, но прекратилось 4 года спустя со смертью Луизы. Сердце Джорджа было разбито, и он не смог вернуться на остров одиноким вдовцом. И так позабытый особняк остался медленно разрушаться. 73 года ни один желанный гость не ступал в замок Болта. И со временем его всё больше разрушала погода и вандалы. Однако в 1977 году проектом занялся Траст, который приобрёл внушительный дом всего лишь за 1 доллар. Его отреставрировали, и к 2020 году потратили уже 50 миллионов долларов только на ремонт. К сожалению, все деньги в мире не смогут сделать его таким, каким он планировался. Очень печальная история. Мини-пирамида Египет подарил нам одни из самых невероятных архитектурных чудес. Сфинкс, пирамиды в Гизе. Но только настоящим знатокам известно о здании, которое даже фараоны пытались спрятать. Я говорю про пирамиду Нерефре... Фереф... 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 Ферех... Нефе... Фереф... Фереф... Ферефре... Так. Я говорю про пирамиду Неферефре. Это место упокоения в Абусире Неферефреисе, древнеегипетского фараона, правившего в 25 веке до н.э. во времена V династии. Помимо пирамиды о Неферефре почти ничего не известно. Да и сама пирамида рассказывает немногое. Несмотря на то, что у фундамента ширина 78 метров, а длина 65, её высота всего лишь 7 метров. Согласно надписи того времени, работы прекратились на второй год правления Неферефре. Но почему? Считается, что он, вероятно, умер лишь через 2-3 года после вступления на престол, и строительство остановилось. Тем не менее, его похоронили в недостроенной пирамиде, которую превратил в Мастабу, плоскую гробницу, его преемник. Много лет спустя обнаружили маленькие фрагменты его мумии, судя по которым, Неферефре было 20 с небольшим лет, когда он умер. Бедняга. Представьте, что вас будут помнить тысячи лет, как фараона с маленькой пирамидой. Это как-то неловко. Фух, в отличие от этих строительных катастроф я завершил своё видео. Какие из неудачных проектов вам бы хотелось увидеть в законченном виде? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр.